Роберт Мензис, австралийский государственный и политический деятель, 12-й премьер-министр Австралии ранние годы жизни, родился в городе Джапарит, австралийский штат Виктория, 20 декабря 1894 года. Отец Джеймс Мензис, улавочник, сын шотландского фермера, эмигрировавшего в Австралию в середине 1850-х годов на волне золотой лихорадки Виктории. Мать, Кейт Мензис, как отец, так и его дядя, были членами парламента штата Виктория, а другой дядя – членом палаты представителей. Сначала обучался в небольшой государственной школе, затем переводился в частные школы Баларата и Мельбурна, изучал право в университете Мельбурна. С началом Первой мировой войны Мензису исполнилось 19 лет и он поступил на службу в милицейский отряд университета. Когда он ушел оттуда, его одногодки и одноклассники стремились попасть в вооруженные войска. Однако после долгого обсуждения в семье было решено, чтобы Мензис остался дома и закончил свое обучение. В 1918 году закончил университет, после чего стал успешным юристом, заработав крупное состояние. В 1920 году женился на Петти Лекки, дочери члена парламента Австралии от националистической партии «Политическая карьера». В 1928 году Мензис решил оставить юридическую практику, для того чтобы избраться в парламент штата в качестве члена законодательного совета Виктории от националистической партии Австралии. Во время выборов он чуть не потерпел поражение из-за инцидента на одной из пресс-конференций, на которой группа ветеранов Первой мировой войны атаковала его за то, что он не пошел на срочную службу. Тем не менее, Мензису удалось пережить этот кризис и он одержал на выборах победу. Через год он перешел в законодательную ассамблею штата, став с 1932 года министром в консервативном викторианском правительстве, а также заместителем премьера штата Виктория. В 1934 году Мензис принял участие в федеральных выборах в качестве представителя Объединенной Австралийской партии и одержал уверенную победу в своем избирательном округе. После избрания он сразу же был назначен генеральным прокурором и министром промышленности в правительстве Джозефа Лайнса. В конце 1934-начале 1935 годов Мензис выступил на стороне правительства Лайнса в деле, касавшегося выдворения из Австралии Эгана Киша, чешского еврея-коммуниста. Он должен был выступил на всеавстралийском конгрессе против войны и фашизма в Мельбурне. Однако правительство отказывалось давать ему разрешение на въезд. Однако Киш, доплыв на корабле до Мельбурна, спрыгнул с него и самостоятельно добрался до побережья. После долгих разбирательств правительство было вынуждено прекратить судебное дело и выплатить Кишу все судебные издержки при условии его отъезда из страны. После этого дела Мензиса обвиняли в нарушении либеральных принципов и свободы слова. С началом Второй мировой войны Мензис решил снять с себя все эти обвинения, переложив всю ответственность за те события на министра внутренних дел Томаса Паттерсона. В последствии Мензис стал заместителем руководителем Объединенной Австралийской партии. Многие видели в нем естественного преемника Лайонса, поэтому Мензиса часто обвиняли в попытке сместить законного лидера. В 1939 году после отказа правительства воплотить в жизнь план государственного страхования Мензис принял решение уйти из правительства. Однако 7 апреля 1939 года умер Лайонс и Мензис вскоре был избран руководителем Объединенной Австралийской партии. Первый премьерский срок 26 апреля 1939 года Мензис после непродолжительного премьерства Эрла Пейджа, лидера Аграрной партии Австралии, был изнан премьер-министром страны. Однако вскоре разразился политический скандал. Эрл Пейдж отказался оставаться в правительстве, палате и парламенте. Он также нанес личное оскорбление Мензису, обвинив его в трусости из-за неучастия в Первой мировой войне, а также в предательстве Лайонса. После этого события Мензис сформировал правительство меньшинства, когда спустя несколько месяцев Пейдж был смещен с должности руководителя Аграрной партии. Он восстановил правительственную коалицию с новым лидером Аграриев Арчи Камероном. В сентябре 1939 года последовало объявление Великобритании войны против нацистской Германии. В эти годы Мензис приложил все усилия, чтобы объединить страну. Однако постоянно наталкивался на трудности и непонимания среди политической элиты и населения Австралии из-за своего прошлого. Прежде всего из-за Первой мировой войны, в которой он не принимал участие, своего официального визита в Германию в 1938 году и поддержку политики умиротворения, которую проводил Невил Чемберлин. Премьер-министр Великобритании, тем не менее, после объявления Чемберлином войны Мензис последовал его примеру. На парламентских выборах 1940 года объединенная Австралийская партия чуть не потерпела поражение, и только благодаря поддержке двух независимых членов парламента правительство Мензиса удержалось у власти. Тем не менее, либористская партия Австралии под руководством Джона Кертина отказалась от предложения Мензиса сформировать коалиционное правительство, а также выступила против отправки австралийских войск в Европу. В 1941 году Мензис провел много месяцев в Британии, обсуждая военную стратегию с Уинстоном Черчиллем и другими лидерами. При этом его популярность на родине постепенно падала и, вернувшись в Австралию, 28 августа Мензис сначала был вынужден уйти с поста премьер-министра, а затем и лидера Объединенной Австралийской партии. Новым премьер-министром Австралии стал лидер Аграрной партии Артур Фаддин. Все эти события Мензис воспринял как предательство своих коллег, поэтому после ухода с премьерского поста он практически не принимал участия в политике. Возвращение в октябре 1941 года после поражения правительства Фаддина к власти пришли либористы под руководством Джона Кертина. В 1943 году Кертина одержала очередную убедительную победу на парламентских выборах. В 1944 году Мензис провел несколько встреч в старом особняке Ривенскрейк, где обсуждал формирование новой антилибористской партии, которая должна была прийти на смену Объединенной Австралийской партии. Ею стала либеральная партия Австралии, основанная в начале 1945 года и возглавленная Мензисом. Тем не менее, либористам еще долго удавалось удержаться у власти. После ухода Кертина новым премьером стал Бен Чифли. В подобных условиях в консервативной прессе стали все чаще появляться статьи о том, что «смензисом нам не выиграть». Однако в последующие годы антикоммунистическая атмосфера в австралийском обществе в начальный период Холодной войны немного подорвала поддержку. Либористов в 1947 году Чифли объявила намерение национализировать австралийские частные банки, вызвав этим оппозицию со стороны среднего класса. Настроениями в обществе удачно воспользовался Мензис. В декабре 1949 году он во второй раз одержал внушительную победу на парламентских выборах, а его партия получила 48 мест в Палате представителей. Несмотря на значительное преимущество в Палате, Сенат Австралии оставался под контролем Либористской партии. Когда в 1951 году Мензис предложил законопроект о запрете коммунистической партии, он, к большой неожиданности премьера, был принят Верхней Палатой. Мензис же надеялся на противоположный результат. В этом случае он мог бы добиться двойного распуска, который предполагает распуск обеих палат федерального парламента. Когда же Сенат отклонил законопроект о банках, Мензис все-таки добился своей цели, и на очередных выборах он получил контроль уже над обеими палатами австралийского парламента. Позже, в 1951 году, Мензис выступил с предложением провести референдум по изменению Конституции Австралии. Он предлагал разрешить парламенту, где это было необходимо для обеспечения безопасности страны, принимать законы, касавшиеся деятельности коммунистов и коммунистической партии на территории Австралии. Если бы референдум прошел успешно, то у правительства появилось бы право внести в парламент законопроект о запрете коммунистической партии. Однако новый лидер либористов, ХВ Эват, выступил против изменения Конституции и соображений защиты гражданских свобод. Поэтому референдум, состоявшийся 22 сентября 1951 года, провалился. Это событие стало одним из немногих просчетов политики Мензиса. Впоследствии он отправил австралийские войска для участия в войне в Корее, а также поддерживал тесные союзнические отношения с Соединенными Штатами. Тем не менее, экономическая ситуация в годы руководства Мензиса постепенно ухудшалась. И на парламентских выборах 1954 года партия лейбористов во главе с Ватом получила 50,03% голосов. Хотя в условиях мажоритарной системы это дало им 57 мест в Нижней палате парламента, а коалиция либералов и аграриев получила 64 места. Незадолго до выборов Мензис объявил о том, что советский дипломат в Австралии Владимир Петров обратился к правительству с просьбой получить политическое убежище, а также заявил о существовании сети шпионов на территории Австралии. Эти события холодной войны позволили Мензису выиграть в своем избирательном округе и сохранить место в парламенте. Впоследствии Иват обвинил Мензиса в подготовке бегства Петрова, однако этот факт был опровергнут. Он просто успешно воспользовался ситуацией. После парламентских выборов 1954 года в лейбористской партии произошел раскол. Группа антикоммунистически настроенных членов из штата Виктория решили выйти из состава партии и сформировать австралийскую лейбористскую партию антикоммунистов. Новая партия в своей политике отдавала предпочтение либералам, поэтому в 1955 году Мензису без труда удалось переизбраться на премьерский пост. В 1958 году он вновь был переизбран благодаря поддержке демократической лейбористской партии. К этому времени благодаря возросшей миграции в Австралию, росту жилищного фонда и промышленного производства стране удалось восстановить свой экономический потенциал. Другим важным источником пополнения казны стали доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции, цены на которую оставались стабильно высокими. В подобных условиях устаревшая социалистическая риторика лейбористов оказалась неэффективной. После необдуманного увеличения стоимости займов в 1960 году с целью ограничения инфляции авторитет Мензиса несколько упал, так как предложенные правительством действия привели лишь к росту безработицы. Поэтому на выборах 1961 года партия Мензиса одержала победу с преимуществом всего в два места. Однако, воспользовавшись новым расколом в партии лейбористов по поводу холодной войны и союза США, ему удалось уверенно победить на выборах 1963 года. В 1963 году Мензис был удостоен ордена чертополоха, врученный в признание его шотландских корней. Таким образом, он стал единственным австралийцем, которому был вручен этот рыцарский орден, а также вторым австралийским премьер-министром, который был возведен в рыцарское достоинство в годы руководства государством. В 1965 году Мензис принял роковое решение отправить австралийские войска на Вьетнамскую войну, а также вновь ввести обязательную воинскую повинность. Первоначально эти шаги были популярны в обществе, но впоследствии они стали большой проблемой для его преемников на посту. Несмотря на то, что Мензис прагматично поддерживал новый баланс сил в Тихоокеанском регионе, сформировавшейся после Второй мировой войны, а также поддерживал тесные союзнические отношения с США, он публично признавался в желании иметь теснейшие контакты с Великобританией, что выражалось в его открытом восхищении королевой Елизаветой II. В течение прошедших десятилетий с момента получения независимости и энтузиазма австралийцев в защите британской монархии и сохранении монархической формы правления в стране угас. Однако Мензис оставался ярым сторонником британской короны уход в отставку. Наследие Роберт Мензис ушел в отставку в январе 1966 года, уступив свое место лидера либеральной партии и премьер-министра Австралии своему бывшему министру финансов Гарольду Холту. Существовавшая коалиция оставалась у власти еще последующие семь лет, пока в декабре 1972 года на федеральных выборах не одержала победу Лейборисская партия под руководством Гоффа Уитлэма. В 1966 году Мензис был назначен королевой Великобритании на древний пост лорда-смотрителя пяти портов. Впоследствии бывший премьер долго путешествовал по США, где читал лекции в университетах, а также опубликовал два тома воспоминаний. Уход с поста премьер-министра негативно сказался на здоровье Мензиса. В 1968 и 1971 году он пережил два сердечных приступа, после чего ушел из общественной жизни. Умер он в 1978 году в Мельбурне от инфаркта. Роберт Мензис был премьер-министром Австралии на протяжении 18 лет, 5 месяцев и 12 дней. Это самый длинный в истории Австралии срок пребывания одного человека на премьерском посту. Хотя в свой первый срок он допустил много политических просчетов и ошибок, Мензису все-таки удалось восстановить свой авторитет в обществе, а также влияние консервативного крыла в австралийской политике, которая пережила тяжелейший кризис в 1943 году. Благодаря во многом эффективной политике в течение своего второго срока Мензис до сих пор остается одним из самых авторитетных премьер-министров в истории Австралии. Он также внес значительный вклад в развитие высшего образования в Австралии и столице страны – города Каньбере.